Добрый день уважаемые участники и гости Гайдаровского форума. Меня зовут Давид Манзини. Я с декабря 2020 года возглавляю бизнес Пепсико в России. Для меня большая честь и большая ответственность поделиться опытом и идеями Пепсико с гостями столь важного стратегического мероприятия. Сегодня мы вместе постараемся погрузиться в немного неожиданную сторону деятельности Пепсико. Как мы строим работу с местными сельхозпроизводителями, почему это важно для компаний и потребителей, и в чем мы видим перспективы такого сотрудничества. Прежде всего, наверное, стоит ответить на самый популярный вопрос. Какое вообще отношение Пепсико имеет к сельскому хозяйству? Для многих наша компания ассоциируется прежде всего с газированными и негазированными напитками. Мы действительно являемся одним из глобальных лидеров в производстве и продаже данной категории. Но отличие Пепсико в том, что наш портфель продукции намного шире. Сама по себе компания Пепсико появилась 55 лет назад в результате слияния двух совершенно разных бизнесов – напитков в лице The Pepsi Cola Company и закусок в лице Free-to-Lay, производителя картофельных и кукурузных снеков. Компания росла и развивалась. Она приобрела ведущего производителя апельсинового сока в США, Тропикана, а также Койки Роц, производителя различных зерновых продуктов, каш, продуктов для завтрака с более чем 100-летней историей. Сегодня у компании широкий ассортимент продукции, включающий 23 мегабренда, каждый из которых генерирует более миллиарда долларов в розничных продажах. Для производства нам каждый год требуется огромное количество сельскохозяйственного сырья – это картофель, кукуруза, сахар, растительное масло, мука и многое другое. Мы строим устойчивую систему продовольствия во всем мире, и важнейшая составляющая этой устойчивой системы продовольствия – это именно устойчивое сельское хозяйство. В десятках стран по всему миру мы взаимодействуем с местными фермерами и сельхозпроизводителями. Сельское хозяйство находится на пересечении и вызовов, и решений, и экологии, и социального благополучия. Мы в Пепсико уверены, что практики устойчивого сельского хозяйства помогут обеспечить растущий одновременно с ростом населения спрос на продукты питания и одновременно помогут сохранить природные ресурсы. Внедрять такие практики необходимо, поскольку перед сельским хозяйством стоят глобальные вызовы, такие как потребность использовать большое количество воды, уменьшение количества лесов в некоторых регионах мира, негативное воздействие на биологическое разнообразие, истощение почв. В то же время практики устойчивого сельского хозяйства положительно влияют на общество и экономику, дают работу более чем миллиарду человек во всём мире и служат основой многих местных экономик. Масштаб бизнеса Пепсико позволяет нам быть лидером в сельском хозяйстве нового поколения и способствовать изменениям в партнёрстве с другими бизнесами, правительствами и некоммерческими организациями. Сделав устойчивое развитие сельского хозяйства своим приоритетом, мы не просто поддерживаем позитивные изменения в обществе, экологии и экономике по всей протяжённости своей цепочки поставок, мы тем самым обеспечиваем долгосрочный рост для компании. У нас комплексный подход к сельскому хозяйству. Мы хотим помочь нашим агропартнёрам повысить урожайность, улучшить их жизненные стандарты, обеспечить безусловное соблюдение прав человека и при этом построить стабильные поставки сырья. Это часть нашей цели по построению более устойчивой системы продовольствия. У «Пепсика» есть глобальная программа по устойчивому развитию сельского хозяйства, и благодаря этой программе мы помогаем своим партнёрам, у которых закупаем картофель, кукурузу, зерновые, апельсины и другие материалы, внедрять позитивные изменения в области экологии и при этом развивать бизнес. Глобальная программа по устойчивому развитию сельского хозяйства поможет повысить продуктивность у наших партнёров, увеличить количество сырья, получаемого с использованием практик устойчивого развития, и тем самым внести вклад в долгосрочную трансформацию сельскохозяйственной системы во всём мире. Мы много работаем с фермерами, обучаем их передовым технологиям, ресурсосберегающему использованию воды и удобрений, технологиям защиты растений, а также социальной защите работников. Во многих странах мы развиваем сеть так называемых демоферм, где внедрены все лучшие практики, релевантные для данного региона, и где другие сельхозпроизводители могут изучить их внедрение из первых рук. Мы работаем над тем, чтобы наши агропартнёры с заботой относились к почвенным ресурсам и внедряли практики, направленные на снижение выброса углекислоты. PepsiCo – компания, известная во всём мире своими высокими этическими стандартами. Компания ведёт дела исключительно в рамках законодательства и норм этики и требует того же и от своих поставщиков. У PepsiCo есть глобальный кодекс поведения поставщика, и мы, прежде чем начать закупать то или иное сырьё у того или иного поставщика, проводим тщательный аудит его деятельности. Во многих случаях поставщикам для того, чтобы начать работать с нами, необходимо провести настройку внутренних процессов, отчётности и внедрить у себя лучшие практики. Поэтому мы не только помогаем своим агропартнёрам развивать бизнес, мы способствуем выходу на мировые стандарты этики и транспарентности. Россия – это особенный во многих отношениях рынок для компании PepsiCo. Наши продукты впервые появились в Москве более 60 лет назад. Во время американской выставки в Сокольниках в июле 1959 года Дон Кендалл, один из руководителей нашей компании, угостил PepsiCo Никиту Сергеевича Хрущёва. Советскому лидеру напиток очень понравился. На следующий день фотография Хрущёва, пьющего Pepsi, появилась в газетах всего мира. Спустя 15 лет, в 1974 году, в Новороссийске начался лицензионный розлив Pepsi. И мы по праву гордимся тем, что Pepsi стала первым западным продуктом, который рекламировался и продавался в СССР. PepsiCo является крупнейшим в России производителем продуктов питания и напитков. Мы производим широкий ассортимент продукции. Это газированные и негазированные напитки, питьевая вода, холодный чай, традиционный квас и морс, картофельные чипсы, сухарики, соки. Но ещё одно отличие PepsiCo в России от PepsiCo в других странах мира в том, что здесь мы являемся одним из крупнейших производителей молочной продукции. Десять лет назад состоялась одна из крупнейших сделок на российском рынке, когда PepsiCo приобрела Вимбельдан, и тем самым вошла и закрепилась на рынке молока, молочных продуктов и детского питания. Мы на сегодняшний день являемся крупнейшим в стране промышленным переработчиком картофеля, закупая около полумиллиона тонн картофеля в год, а также крупнейшим покупателем сырого молока. По молоку наши потребности превышают 1,4 миллиона тонн в год. Мы также приобретаем у российских сельхозпроизводителей сахар, произведённый полностью из российской сахарной свеклы, объём превышает 150 тысяч тонн в год, а также яблочное пюре, концентрированный яблочный сок, томатную пасту, фруктозный сироп. По таким позициям, как картофель, сырое молоко, сахар, фруктозный сироп, мы полностью локализовали закупки, и сейчас получаем их исключительно от российских фермеров. Общая сумма закупок сельскохозяйственной продукции у российских производителей в 2019 году превысила 850 миллионов долларов. Это часть нашего обязательства оказывать положительное влияние на сельскохозяйственные сообщества в России. Мы работаем напрямую с частными и крупными хозяйствами, помогаем им внедрять инновационные решения, обмен опытом и знаниями и лучшие практики, которые помогут партнёрам увеличить качество и продуктивность. Для нас, сильные и владеющие лучшими практиками и технологиями местные партнёры, часть долгосрочной стратегии успеха на рынке. Каждый из вас знаком с таким нашим продуктом, как картофельные чипсы Лейс. Сегодня мы с гордостью говорим, что чипсы, которые продаются в России, полностью сделаны из выращенного здесь картофеля. На пачках даже можно найти информацию о конкретных фермерах из того или иного региона, которые занимались выращиванием картофеля. Но так было далеко не всегда. Когда в начале 2000-х мы построили завод Лейс в подмосковной Кашире, сырьё для него приходилось завозить из Европы или арабских стран. Использование импортного сырья – это риски и низкая предсказуемость. Изменение курсов валют, фитосанитарные проблемы, ограничения на импорт – всё это может поставить стабильную работу под угрозу. Кроме того, PepsiCo – глобально-локальная компания. Работая во всём мире, мы стремимся своей деятельностью улучшать жизнь местных сообществ. Для достижения этой цели мы создаём рабочие места и локализуем закупки прежде всего у местных поставщиков. Казалось бы, в чём проблема закупить в России картофель? Ведь это традиционный российский продукт. Однако для производства чипсов обычный столовый картофель не подходит. Для этого используются особые селекционные сорта. В составе картофеля, предназначенного для изготовления чипсов, сахаров должно быть меньше, а крахмала больше. Благодаря большому проценту содержания крахмала, при обжарке картофель впитывает минимальное количество масла. Это не только экономит сырьё, но и улучшает вкус картофельных снеков. К тому же структура готовых чипсов получается более плотной, чем и обусловлен их приятный хруст. Существует масса нюансов при выращивании и хранении, когда и как осуществить посадку, подкормку, полив и уборку, ведь помимо сорта важен калибр картофелин, то есть одинаковый средний размер, отсутствие дефектов. Влияет на качество чипсов и процесс сбора, малейшие удары в поле или при транспортировке будут незаметны на свежих клубнях, но непременно проявятся на готовой продукции, тёмных пятен не избежать. Важна даже такая вещь, как ритмичность поставок. Как мы знаем, картофель сажают весной, убирают в середине лета, начале осени. Но наш завод должен работать круглый год, а хранить годовые запасы сырья мы физически не сможем. Значит, нужно подумать и об этом. Перед нашей командой стояла амбициозная задача – построить систему взаимодействия с местными фермерами, обеспечив стабильные круглогодичные поставки высококачественного селекционного картофеля таких сортов, которые никто в России на тот момент не выращивал. Первые экспериментальные посадки начались ещё до запуска завода в Кашире. Это тоже одно из преимуществ «Пепсика». Мы давно работаем в России и планируем свою деятельность тоже на многие годы вперёд. Агроотделу пришлось всё начинать с нуля. Мы пригласили британских и голландских специалистов, посадили в Московской области в 1998 году первый участок. И с этого момента началась огромная работа по выращиванию картофеля, соответствующего требованиям стандартов качества для его переработки на чипсы, и созданию базы локальных поставщиков. Мы очень много инвестировали в развитие локальной сырьевой базы. Только за последние 10 лет наши инвестиции в капитальные расходы по программе лидеры агроиндустрии превысили 50 миллионов долларов. Инвестиции в развитие фермеров шли по нескольким направлениям. Одно из них – это долгосрочные контракты и авансы в счёт будущего урожая. Как известно, агробизнес отличается сезонностью и высоким влиянием множества факторов, прежде всего погодных условий. Поэтому многие фермеры, в особенности 15-20 лет назад, постоянно сталкивались с разрывами финансирования и соответствующими сложностями. Мы, как ответственный и крупный партнёр, приняли решение облегчить работу фермеров, для того, чтобы они могли полностью сосредоточиться на выращивании качественного картофеля. Это направление показало очень хорошие результаты и помогло нам. С одной стороны, выстроить долгосрочные отношения с поставщиками, а с другой – повысить предсказуемость поставок. Ещё одним важным направлением наших инвестиций в развитие агропартнёров была помощь в приобретении необходимой сельхозтехники. Сельскохозяйственный бизнес достаточно капиталоёмкий. К примеру, прицепной картофелеуборочный комбайн стоит от 70 до 100 тысяч евро, самоходный – в пять раз дороже. При этом окупаемость проектов может быть достаточно длительной из-за колебаний рынка и сложных погодных условий. По нашим оценкам, минимум, который нужен фермеру для запуска полноценного картофельного бизнеса – полтора миллиона долларов. Позволить себе такие инвестиции мало кто может, поэтому мы вкладывали свои средства, помогали с оптимальным подбором техники. Хранение урожая является не менее важным, чем процесс выращивания. Большие потери чаще всего происходят именно на этапах транспортировки и межсезонного хранения. Картофель, хоть и считается простым продуктом, весьма требователен к условиям хранения и даже капризен. А сортовой чипсовый картофель особенно. Нам нужно было научить своих партнёров не только выращивать новые для них сорта, но и правильно их сохранять и минимизировать потери. Современные овощехранилища с системой правильного хранения – это тоже высокотехнологичные системы, и они тоже стоят очень недёшево. Построить и оборудовать картофелехранилище более полутора миллионов долларов. Поэтому выращивание картофеля – это не просто трактор, поле и погреб для хранения. Это миллионы долларов инвестиций с высоким сроком окупаемости и высокими рисками. Мы помогли десяткам фермеров взять инвестиции на себя и помогли снизить риски. Сегодня многие наши партнёры уже находятся на качестве на новом уровне развития, когда они могут получать выгодные кредиты от крупных банков и инвестировать собственную прибыль. К примеру, недавно Форбс рассказывал о хозяйстве Мелагра из Владимирской области, с которым мы сотрудничаем более 10 лет. В 2019 году их выручка превысила 400 миллионов рублей. Агробизнес – это удивительный сплав бизнеса, инвестиций и современной науки. Вложенные миллионы могут обернуться потерями, если не делать всё по науке. Поэтому наша работа с партнёрами никогда не ограничивалась только авансами и содействием в покупке техники и оборудований хранилищ. Нашей задачей также было обеспечить партнёров качественным пассивным материалом. На глобальном уровне Пепсика серьёзно занимается вопросами генетики и селекции, ведь мы являемся крупнейшим переработчиком картофеля не только в России, но и во всём мире. Ежегодно мы предоставляем своим партнёрам качественный посадочный материал. При этом мы также вели работу по локализации семенной базы, и я рад сообщить, что с 2018 года семенной материал также практически полностью выращивается в России. Это огромный прорыв. Ещё одно из наших ноу-хау – это наличие собственной команды полевых агрономов, получивших серьёзную теоретическую и практическую подготовку в России и за рубежом. В течение всего полевого сезона наши агрокоманды находятся в поле вместе с нашими фермерами-партнёрами, оказывают им консультационную поддержку и являются связующим звеном между поставщиками и производством. В межсезонье они помогают правильно организовать хранение, снизить потери и обеспечить стабильное качество. Мы постоянно проводим для партнёров обучающие семинары и мастер-классы. Конечно, в 2020 году пришлось из соображения безопасности перенести их в онлайн-формат, чтобы делиться лучшими практиками и отвечать на возникающие вопросы. В результате постоянной консультативной помощи работающие с нами фермеры получают урожайность, существенно превышающую среднюю по стране. Многое из того, что доступно агропроизводителям сегодня, не существовало ещё 5-7 лет назад и казалось фантастикой. Например, сегодня наши российские агропартнёры используют дроны для контроля полей, спутниковый мониторинг, системы искусственного интеллекта для анализа состояния почвы и расчёта ирригации и удобрений. В разы повысилась точность прогнозирования урожайности и анализа состояния посевов. В Европе и в России мы начали внедрение программы CropTrack, которая поможет нашим партнёрам существенно увеличить точность прогнозов и сократить текущие расходы на выращивание. К 2016 году мы достигли полной локализации закупок чипсового картофеля в России. В 2020 году мы закупили у российских сельхозпроизводителей почти полмиллиона тонн картофеля. Мы работаем с более чем 50 фермеров в 15 регионах страны, и это количество будет расти. Мы уже очень многого достигли. Достаточно сказать, что Каширский завод Лейс в Московской области – это крупнейший чипсовый завод пепсика во всём мире. За время существования нашей агропрограммы мы увеличили объёмы выращиваемого в России картофеля более чем в 100 раз. Но развитие продолжается. Несмотря на все сложности 2020 года, мы начали инвестиционный проект в Новосибирске. Там будет построен завод по производству снеков стоимостью более 12 миллиардов рублей. Естественно, для него потребуется сырьевая база, и мы уже начали взаимодействовать с местными сельхозпроизводителями. Пригласили их в Каширу. Они смогли посетить наши партнёрские хозяйства в центре и на юге России. Они начали тестовые посадки картофеля. Работа в Сибири будет во многом более сложной из-за суровых климатических условий. Нужно будет организовать посев и уборку урожая в очень сжатые сроки, когда позволяет природа. Это потребует большей работы и с нашей стороны, и со стороны наших партнёров. Мы постоянно внедряем лучшие глобальные практики в России, и одна из них – это построение безотходной цепочки поставок. В Турции и Великобритании мы начали пилотные проекты по использованию отходов картофеля для производства минерально-органических удобрений и рассматриваем возможности масштабирования этого проекта в России. Кроме того, идёт серьёзная работа по внедрению практик устойчивого земледелия. В 2020 году мы завершили последний аудит наших картофелеводов и ждём финального одобрения всей базы поставщиков России на соответствие практикам устойчивого развития в рамках глобальной цели «Пепсика». Выращивание картофеля для производства чипсов – это очень серьёзная и долгосрочная работа, которая требует тщательного планирования, учёта множества постоянно меняющихся факторов и тесного взаимодействия по всей цепочке поставок. Однако, когда речь заходит о молоке, мы выходим на более сложный рынок. Россия – один из десяти крупнейших в мире производителей молока. Мы гордимся тем, что наша компания помогла развитию этого рынка. 20 лет назад на большинстве молочных ферм не было современного доильного и охлаждающего оборудования, и фермерам было сложно достичь качества и эффективности. И ещё до того, как «Вимбельдан» стал частью «Пепсико», в компании действовала программа «Молочной реки», в рамках которой выстраивалось долгосрочное взаимодействие с поставщиками. В молочном животноводстве до запуска программы государственных субсидий существовали сложности с инвестиционным капиталом. Компания, как один из крупнейших игроков рынка, взяла на себя финансирование и развитие своих поставщиков. Им оказывалось содействие в операционном лизинге, доильного и охлаждающего оборудования с возможностью последующего выкупа. В результате внедрения современных технологий наши партнёры смогли снизить потери, повысить качество продукта, а также уменьшить количество выброса углекислых газов благодаря более эффективной логистике. Только за последние 7 лет «Пепсика» предоставила долгосрочное финансирование в размере более чем 1,7 миллиардов рублей на поддержку 15 проектов по расширению производства. Благодаря этому поставки выросли на 200 тонн качественного молока в сутки. Наша компания на сегодняшний день является крупнейшим в стране покупателем сырого молока. В 2020 году мы приобрели более 1,4 миллиона тонн. Поставки идут более чем со 170 хозяйств из 29 регионов. При этом требования к качеству сырого молока у нас очень строгие. Уже более 10 лет мы реализуем совместно с нашими поставщиками программу по повышению качества входного молока. В рамках этой программы мы проводим аудит и консалтинг наших партнёров с тем, чтобы поставляемое сырьё полностью соответствовало нашим стандартам качества, а деятельность поставщиков – требованием Глобального кодекса Пепсика. Важной частью нашей работы с поставщиками сырого молока являются обучающие программы. В них за эти годы приняло участие уже более 4,5 тысяч представителей молочных ферм. В 2013 году мы провели совместный проект с Корнельским университетом, чтобы наши поставщики могли осваивать также и международный опыт. Не менее важным является наш постоянный фокус на внедрение практик устойчивого развития. В молочном бизнесе предстоит сделать очень многое. Сейчас в штате компании появились менеджеры по внедрению практик устойчивого развития в молочном сегменте. Мы также начали взаимодействовать с правительственными, неправительственными и академическими организациями для того, чтобы разработать и внедрить в России индустриальные стандарты благополучия животных на фермах и управление здоровьем стада. Это очень важная работа, которая будет реализована в течение нескольких последующих лет. Есть и еще один аспект нашей программы по развитию сельского хозяйства в России – агрообразование. В 2008 году мы запустили 10-летнюю программу поддержки агрообразования в России, на которую компания пожертвовала более миллиона долларов. Нашими партнерами по программе стали ведущие вузы, такие как Тимирязевская академия, Донской государственный технический университет, Кубанский государственный аграрный университет и другие. В рамках программы компания помогла оборудовать вузах современные лабораторные классы. Было предоставлено более 230 стипендий для талантливых студентов. Мы помогли провести 30 конференций и семинаров, а также предоставили более 20 грантов для научных коллективов, организовали летние научные школы для студентов. Сегодня агропромышленный сектор развивается, в нем создаются новые высокотехнологичные рабочие места, и интерес к агрообразованию тоже вырос. Молодые люди видят перспективы. Я уверен, что наша поддержка университетов была очень правильной и очень своевременной. Россия – уникальная страна во многих отношениях. Это не только многовековая история и богатейшая культура. Несмотря на сложные климатические условия, Россия является одной из ведущих сельскохозяйственных держав. У России есть множество преимуществ, которые позволяют наращивать лидерство. Например, такие как 123 миллиона гектаров пахотных земель, наличие огромных водных ресурсов. В стране работает более 36 тысяч сельскохозяйственных предприятий и более 175 тысяч частных фермеров. Россия входит в число крупнейших экспортеров пшеницы, подсолнечника и в число крупнейших в мире производителей сырого молока, картофеля, мяса птицы и яйца. Страна уже является крупным экспортером кукурузы, овса и ячменя. Мы видим, что развитие сельскохозяйственного сектора было и остается одним из приоритетов для государства. В стране созданы благоприятные условия для развития агропромышленности. При этом внедрение практик устойчивого сельского хозяйства в России пока еще имеет огромный потенциал для роста и развития. И мы видим, что должны сыграть в этом свою важную роль. Мы гордимся тем, что своей деятельностью, как крупнейший в стране переработчик картофеля и крупнейший покупатель сырого молока, способствуем развитию агропромышленного сектора в России, помогаем внедрению современных технологий и лучших практик устойчивого развития. Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству многие сельхозпредприятия и фермеры смогли построить устойчивый прибыльный бизнес, создать новые рабочие места и улучшить жизнь в своих регионах. Один из наших рекламных слоганов звучит так – «Все только начинается». И это совершенно справедливо в отношении нашей работы с сельхозпроизводителями. Она будет двигаться дальше. Продолжение следует...